А в прошлом году здесь с домом номер 39 по улице Озерной творилось совсем неладное. Во время паводка, который тогда затопил далеко не одно жилье и не один приусадебный участок в Биробиджане и автономии. Признанный еще в 2016 году аварийным, этот дом после стихийного бедствия начал в буквальном смысле расходиться по швам. Переселение жильцов порядка 16 квартир планировалось лишь в 2024 году. Ждать – значит подвергать себя и семью опасности. Так решила семья Чудских, на время паводка, переселившаяся в пункт временного размещения граждан, и обратилась за помощью в прокуратуру области. Осенью прошлого года в ходе выездного приема граждан в пунктах временного содержания, проведенного совместно с мэром города, к прокурору области Зарубеку Магомедовичу Джанхотову обратилась Елена Чудская с просьбой оказать помощь в получении мер поддержки для приобретения жилого помещения, замену траченного. Сама заявительница обращалась в многофункциональный центр. Однако ей было обосновано отказано в связи с тем, что данный дом уже был включен в программу переселения. Всего один бюрократический нюанс, но решить его можно было только через суд. Совместно с мэром города прокуратурой в кратчайшие сроки была проведена экспертиза, по результатам которой было подготовлено обращение в суд. Инстанция приняла справедливое решение сменить категорию аварийности и признать дом номер 39 по улице Озерной аварийным в связи с подтоплением и снести его уже в 2020 году. Разумеется, к этому времени всем жильцам должны быть предоставлены новые квадратные метры. В очередной раз убеждаюсь, что от правильного отношения к работе и гражданам зависит многое. Если все-таки прилагать усилия, внимательно разбираться в ситуациях, которые складываются, индивидуально и адресно подходить к решению вопросов, то многое можно разрешить оперативно и качественно. Уже месяц семья Чудских живет в новой квартире, которую приобрели на полученный сертификат. Сделали ремонт, оборудовали детскую комнату, перевезли мебель, купили большой диван для семейного просмотра фильмов и никак не налюбуются на вид из окна. Очень приятно открыть свое окно в новой квартире, потому что действительно есть на что смотреть. Потому что в старом жилье лучше не открывать и вообще к окну не подходить. А тут это вообще достопримечательность города. У нас и вышка тут рядышком, светится она в выходные. Детки только и бегают в эти окна, потому что еще не привыкли. Мы очень доволены, очень рады. На сегодняшний день прокуратура совместно с мэрией города продолжает подобную работу и с остальными жильцами Озерной 39, а также других пострадавших от паводка домов, чтобы как можно скорее и их жильцы смогли отметить долгожданное новоселье. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Новости 21. Ольга Тимченко, Новости 21.